Салют любители гейминга и добро пожаловать в шестую часть прохождения Temple of Elemental Evil Салют любители гейминга и добро пожаловать в шестую часть прохождения Я не понимаю почему так произошло Казалось бы если ты сам спился и стал жестоким алкоголиком это одно дело Но если ты просто дружишь с алкашом таким как в нашем случае был Джабраил Разве же от этого ты можешь упасть? Видимо по логике Гарри Гайгекса тройки и Dungeon Dragons 3.5 ты можешь Хотя я все это время питал скромные туманные надежды что паладин может упасть только если он хоть знает ребенка зарежет Видимо нет Итак сейчас я думаю надо посетить наконец вот это здание с этой разбитой вывеской Посмотрим кто у нас там проживает На первый взгляд тут не проживает никто И что-то мне подсказывает что я здесь уже был в одной из ранних серий Окей не будем тратить время вместо этого навестим какой-нибудь еще домик Здесь вроде как торговцы жили если я не ошибаюсь А кто живет у нас вот в этом теремке Сейчас глянем Человечек с киркой Тейлор Это швея Но как в мужском роде сказать швея Портной О Это портной Портняшка Че вы хотите Здравствуйте я Федор Даже не глядя на вас он говорит Я дженерт Городской портной А че ты такой печальный сынок Вздыхает Я маленький человек И разве это недостаточная причина чтобы быть несчастным Ну ёпта скажи это нашему хоббиту Почему что плохого в том чтобы быть маленьким Или посмотри на меня Быть маленьким не так плохо Ну блять Федор ты гном переросток Ты ростом с человека ебаного Ну ладно Спросим вот это сначала Я не понимаю Я могу делать все что и остальные Но я никогда не буду таким как они Почему я даже пытаюсь Он замолкает и начинает смотреть на свои руки Эй Ты мне скажешь что происходит или нет Он смотрит вверх Словно бы видя вас в первый раз Они не дают мне участвовать в народном ополчении Каждый другой мужчина Которому больше пятнадцати лет Уже участвует в ополчении Но они говорят что я слишком маленький для них А кто эти они? Рентон Капитан Ополчения Он позволяет своему Отвратительному бухарю сыну Участвовать в народном ополчении Но нет Не мне Я недостаточно хорош для него Видимо тебе нужно быть ростом шесть футов Или что то такое Им без разницы на то Как я отлично владею ножом Или арбалетом Я поговорю с ним И посмотрю что я смогу сделать Вот что я скажу Его лицо немного просветляется Серьезно? Ты сделаешь такое для меня? Я бы очень высоко оценил это Он хмурится Но я сомневаюсь что это поможет Но спасибо за попытку Тихо тихо Не сдавайся Хорошо Дайте мне знать когда вы узнаете Что нибудь новое Все я пошел Так Он что то упомянул что этот самый Капитан милиции деревенской Известный также под названием Народное ополчение Или как вам угодно Имеет сына пьяницу Единственная семья с сыном пьяницей Которую я помню по памяти Это тот старичок Который жил На самом Южном На самом юго-восточном Скажем так Участке города К нему мы сейчас и пойдем Требует чтобы он взял Карлу в милицию Карл милиционер Я бы из этого сериал целый сделал Он карлик Но стены цирка не для него Он карлик милиционер Поснял бы в главной роли этого Этого Как его зовут Тома Круза Во Самый заебись Так ну вот А теперь Рентон Да правильно Угадали Портной Джинерт Говорит мне что ты Капитан местного ополчения Да это так Но я так же просто Старый фермер Отчитываться нужно Перед Руфусом В основном Ну По большинству вещей И Это большинство вещей Включает в себя еще и Неразрешение Джинерту Участвовать в ополчении Эй Ну Это дело Джинерта Не Ну Дело с Джинертом Было моим решением Мы должны защищать Наш город от орков И всего такого А не Пришивать к ним Пуговицы Джинерт Хороший парень И все такое Но Он просто Недостаточно Крутой Чтобы Быть на посту Так Здесь я могу сказать Или А ну понятно Или я могу сказать А что если Джинерт Сошьет униформы Для всех остальных Участников Ополчения И Вот этот Тот Значок Показывает Что это Типа Дипломатия Ну давайте Применим Дипломатию Что я могу Сказать Ёпта Видимо Только так Хотя Резинформирует Джинерта Блядь Я по моему Только что Забыл Где его дом Сраной Находится Ну ладно Какая разница Найдем Это было Где-то Вот Да Через поле Мы шли Там Маленький Домик Сработали Даем Даем Уметь читать Писать Очень хорошо Так в чём же Дело Тогда Извините Меня Давай Читай На рамоне Свиток Мудак Я не понимаю У меня ещё Какое-то Сообщение Пишется Которое Не успеваю Прочитать Use Magic Device Emulate Ability Fail Да что Значит Что значит Emulate Ability У тебя же Есть Вот Целая Тройка Стоит На Использовании Волшебных Девайсов Чего ты Вот хуй знает Блядь Это ж Если они Никогда Не научатся Свитки Читать Это ж Что ж Будет Такое Это ж Это ж Всё Тогда уже Совсем Ребята Всё Это Конец Без Свитков Мы ж Никто Никто Рамон Давай ты И она Не может Прочитать Свиток Блядь Ну может быть Ёбаный Лас Тогда умеет Читать Свитки Вот это Меня ещё Подбешивает Господи Казалось бы Вот оно Как Как всё Сложно Давай Лас Читай ты Свиток Неужели Всем приходится Проходить Через такое Да У всех Вот этот Абилити Скор Фейл Я не понимаю Типа этот Свиток Очень требовательный Типа его надо Охуенно умному Быть Чтобы Прочитать Видимо Ну ладно Скоро ещё Один Левел Получим Что уж Делать Хорошо Приятного Снова Видеть Друг Так Тебе Стоит Начинать Шить Джинерт Чё ты Говоришь Такое Какое Ещё Шитьё Ты О чём Я Сказал Капитану Рентому Что Ты Сделаешь Униформы Для Всех Милиционеров Что Вы Что С ума Сошли Он Начинает Кричать Ты Вообще Понимаешь Сколько Это Униформ У меня Нет Даже Денег Таких Я Теперь Банкрот Я Могу Дать Ему 20 Монет Чтобы Все Были Счастливы И Или Просто Сказать Типа Эй Ну Братишка Ты Получил То Чё Ты Хотел Ладно У меня Где-то 400 Золота Хорошо Я Дам Этому Ублюдку 20 Монет Господи Чё я только не делаю Чтобы сделать этих Деревенщин Иванов Счастливыми Все Держи Держи Скотина Джинерт Спасибо Я думаю Я напишу Своей мамке Расскажу Их Хорошие Новости Угу Господи Так Что мы Ещё Можем Скать Как Там Униформы Шьются Очень Хорошо Спасибо Я Собираюсь Нанять Ассистента Чтобы он Помогал Блядь 20 Золот На Какого-то Карлу Сраного Ну Такова Жизнь Нейтрально Добрых Людей Или Сосунов Как их Ещё Называют Но Продает Он Тоже Говно Что и Все Остальные Какой толк Это одежда У которой Все статистики По нулям Это ж только Визуальная Типа Красота Какая-то Которая В этой игре Довольно Сомнительная На персонажах Ну Ладно Так Я не помню Проверяли ли мы Что вот тут Живёт Хорошего Юнтер А Да Это просто Крестьянский Дом Без квеста Так Ну и Что мы Ещё Можем Тут Поискать Тогда Я слышал Что Это Самое Я слышал Что в этой Игре Можно получить Освещённый Меч Довольно Рано Если Выйти Замуж За кого-то И Хотя Я к этой Идеи Отношусь Скептически Потому что Супруга Скорее всего Будет Всё время Со мной В пати Бегать Может быть Пойди Посмотреть Что там За квест Предлагается С этим Может быть Что-нибудь Особо Занимательное Ну или Нет Посмотрим На что Наткнёмся На то И наткнёмся Вот Так Но На что Я пока Натыкаюсь Я даже Не знаю Ммм 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 А да Вот что Я ещё Слышал Ой Ой Где я Где я А Ух Ух Да Ну вот Вот Что я ещё Слышал Это то Что в церкви Святого Кадберта Есть подвал Судя по всему Вот И в этом подвале Есть ещё один НПС Которому Квесты Можно давать Точнее Ну Сдавать После того Как ты возьмёшь Их у него И пожалуй Да Пожалуй Сюда мы Наведаемся Сейчас Обратно В старую Добрую Церковь Святого Кадберта О Кстати Точно У меня ещё Одна идея Появилась Внезапно Просто Сейчас Так А как Насчёт Фёдора Наложение Рук Использует Чтобы Калеку Исцелить Так Так Вот Вот Наложение Рук Хотя Вроде бы Наложение Рук Это Как Типа Очень Слабая Лечилка Ничего Не делаю Ещё Давай Накладывай Руки Окей Он наложил Руки И ничего Не случилось Блин Ну сколько Я ещё Инвалидом Оставаться Это же Просто Кошмар Какой-то Ладно Тем временем Пойдём Подвал Церкви Изучим Если Он тут Действительно Есть И Честно Говорю Да Даже До Подвала До Любого Да Вот Это же Есть Подвал Почему Я его Не видел Никогда Точнее Нет Я его Видел Я просто Игнорировал Его Я хочу Ещё раз Поговорить С главным Клериком Я не знаю Мне кажется Что у него Ещё Что-то Есть Так У меня Есть Ещё Несколько Вопросов О переходе К веру Святого Катберта Так Как много Их Так Тут Он Продолжает Говорить То Что мы Уже Слышали По Десять Раз Что Мы Тут Можем Сказать О Да Да Отлично 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 Наша Церковь Была Построена Восемь Лет Назад После Войны Против Храма Элементального Зла В честь Архиклерика Вилуны Который Принёс Святому Катберту Посильную Помощь В этой Войне Кананеса Идей Была Главным Клериком Здесь И моей Предшественницей Так И мы Можем у него Спросить Что Есть Храм Элементального Зла Давай Спросим Храм Элементального Зла Был уничтожен В войнах Около Десяти лет Назад Его Руины До сих Пор Остаются Злым Местом Но К сожалению Я потерял Очень важные Личные Сокровища В этих Войнах Эх Если бы я Только мог Их найти Я помогу Тебе его Найти Торжон В чём Дело Где оно Я потерял Артефакт Цветого Катберта Это Медное 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 Жерелье Оно не стоит Так уж Слишком много На самом деле Но Оно Имеет Очень важное Личностное Значение Для меня Мой Отец Земля Ему Пухом Дал его Мне Как Своеобразное Наследство Когда я Стал Главным Клериком Виллипа А у тебя Есть Хоть Какие Мысли О том Где Оно Находится Скорее Всего Оно Находится На месте Где Прошёл Этот Знаменитый Бой Долины Эмриди Я Обыскал Всё В этой Долине Но Я Так и Не Смог Найти Его Для Того Чтобы Найти Такую Вещь Я Я бы С радостью Снизил Для вас Цены На Свои Услуги Не Беспокойся Тержон Мы Найдём Эту Штуку Для Тебя Спасибо И Удачи Вам Этот Последний Что А Последнее Место В Этом В Этой Проклятой Равнине И Которое Я Помню Чтоб У меня Ещё Был Мой Артефакт Это Был Восхитительный Многоцветный Камешек Который Был Скрыт От Обычного Взора Если Вы Можете Найти Его В этой Долине Будет То От него Можно Будет Начать Свои Поиски Я Пропутешествую В долину Прямо Сейчас Нет Я Этого Не Сделаю Или Спасибо Я Хочу Ещё Пару Вопросов Или Ну Ладно Я Пошёл Теперь Отлично У нас Есть Новый Квест И Он Судя По Всему Сопряжён С Всё это Время Итак Сейчас Мы Пойдём Вот Сюда И Посмотрим Кто Там В подвальчике У нас Живёт Воу А тут Как Воу Тут Данж Целый Ё-моё Чё Я Раньше Сюда Не Заходил Что Дурак Какой То Что Ли Вы Не Отвечайте Вы Не Отвечайте Уважаемые Слушатели Не Надо Это Ж Да Так Ну Нет Тут Какие Спаленки Раскиданы Хуяленки Так И Тут У нас Вот Клерик Стоял Ещё Один Точнее Слушка Церковная Да Чё Такое Меня Зовут Миелла И Я Очень Очень Занята Знаешь Ли Здорово Я Фёдор Она Вытирает Свой Лоб Оставляя След От Муки На Своём Лице Ну Как Ты Видишь Сынок Я Довольно Занята Ты Что Церковный Повар Повар Хе Да Я Повар Прислужница И Садовница И Всё Остальное Что Канон Заставляет Меня Делать Я Ещё Наверное Должна Была Чистить Его И Менять Ему Одежду Но Я Думаю Брат Калмер Этим Уже Занимается Она Смеётся Так Калмер Делает Большинство Церковной Работы Ну Я Не Имею Ввиду Никакого Неуважения Конечно Калмер Довольно Занятой И Все Пытаются Всё Пытаются Собирать Пожертвования Для Церкви Торжон Довольно Довольно Такой Напыщенный Паренёк Ну И Он Имеет Хорошее Доброе Сердце Но Больше Всего Я Скучаю Конечно По Канонессе Она Была Отличной Дамой Калмер Собирает Много Денег Для Церкви Или А что Случилось С Канонессой Вообще Блять Но мы Сами Это Знаем Почему У меня Есть опция Это Спросить Ну ладно Я спрошу Вот это Чтобы Игру Не сломать Калмер Ну он Обычный Обычный Скажем Так Фанатик Для Получения Денежек От От Паствы Да 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 Он Такой Всегда Нервный Он Так Нервничает Чтобы Только Подзаработать Денег Для Замка Но У него Нет Времени Чтобы Навестить Мельника И Достать Муку Которая Мне Так Нужна Что Церковные Пожертвования Позволяют Строить Замок Что Или А сколько Муки Вам надо От Мельника Я могу Получить Взять У него Немножко Вот это Я спрошу Мне Надо Чтобы Мельник Мич Доставил Мне Три Мешка Муки В Неделю Калмер Тоже Говорил С ним Насчет Этого Пожертвования Церкви Но Он еще До конца Не Согласился Хорошо Я поговорю С Мельником На Эту Тему Вот Спасибо Молодой Человек Приятного День Дня Да Так Ой Че Я Лестницу Пропустил Но Теперь Нам Надо Понять Где Здесь Находится Мельница И Немножечко Пообщаться С местным Мельником Чтобы Еще Из него Выбить Материальную Собственность Для Этой Сраной Коррумпированной Церкви Ложков Ой Ой Че Я так Громко Это Сказал У меня Сейчас Федор Упадет То Что Он Всего Блять Падает Ёбаный Хуй Так Все Сохранимся Только Геймоголики Сохранимся Нельзя Так Рисковать Сколько Я Уже Тут Играю Сто Тысяч Лет И Все Без Единого Сохранения Оно Сохранилось Почему Все Сохранилось У меня Просто Обычная Игра Начинает Тормозить Ужасно И Пердеть Несколько Секунд Когда Сохранение Срабатывает Но Видимо Не В Этот Раз Так Нам Теперь Надо Понять Где Тут Мельница Так У Мельницы Должны Быть Как Такие Как Крылья Большие У Этого Дома Нет Крыльев Это Какой То Особняк Вообще Я Там Был Я Не Помню Так Тут В принципе Ни Одного Дома Нет Крыльев Ну Сбегаем Сюда Посмотрим Может Я Какую Нить Дорожку Тут Пропустил Да Я Походу Что То Пропустил Ну Ко Карта Что Нам Скажет Карта 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 Хер Его Знают Может Я Сбегаю Оу Сколько Тут Карта Осталось Да Я Пойду К этому Особняку Короче Говоря Около Кузницы Который И От него Уже Начну Искать Мельницу Потому Что Все Остальные Части Хомлета Судя По Всему У меня Уже Открыты Так Собираемся У Кузницы Кузница Кстати Надо Навестить Будут Выполним Церковный Квест Посмотрим Нет У Кузница Еще Квест Для Нас Так Кстати Клесцо Какое То Может Быть Окей Воу А тут Как Унижается Какой-то Голый Человек Это Видимо Как Тележная Мастерская Я Думал Что Это Маленькая Мельница Окей Мне Достаточно Уже Твоего Внимания Отвали От Меня Здравствуй Снова Приятно Тебя Видеть Валден Как дела Ох Приятно Тебя Видеть Ах Тебе Приятно Ладно Как Я могу Тебе Помочь Что Ты Хранишь В этом Амбаре Я Делаю Тачанки И Тележки Или Чиню Их Так Как Хомлет Находится На важных Перекрестках Я Получаю Много Заданий Для Моего Бизнеса К счастью Мои Племянники Мне Помогают А ты Живешь Здесь Тоже Да Мы Живем В Апартаментах В Баку Нашего Сарая Мои Племянники Помогают Мне Ухаживать За моей Маленькой Дочкой Томикой Тоже А ты Женат Вообще Чувак Моя Жена Пайда У Нее Семья В Вербон Боке Она Последовала Вместе С последним Караваном В ту сторону И скоро Вернется Хотя Вообще То Они Уже На Несколько Дней Опаздывают Я Уверен Что Все С ней Будет В Порядке Мужик Всего Доброго Так Окей Это Не Мельница Так Может Вот Это Мельница И Они Своих Овец Используют Чтобы Крутить Колеса Как Типа Вместо Конуна Варвара Ой Боюсь Что Нет Боюсь Что Это Подвал Очередной Не Подвал А Амбар Что Я Несу Хотя О Пастух Я Не Позволю Тебе Украсть Рубашку С Моей Спины Здравствуйте Меня Зовут Рамона Приятно С вами Познакомиться И Тебе Приятного Дня Меня Зовут Лазло У Нас Лаз Есть Пусть Биори Принесет Баланс Твою Жизнь Спасибо Лазло Ты Видно Пастух Да У меня Есть Два Стада Овец Там Сзади На Заднем Дворе Оба Из Которых Пасет Мой Кузен Мой Старший Сын И его Жена Георг И Гретчин Они Помогают Моим Остальным Детям Особенно Маленькому Эдди Ему Только Восемь Знаешь Ли Судя По Всему У тебя Неплохая Семья И Она Очень Помогает Тебе Спасибо Тут Была Пара Это Были Трудные Времена Особенно После Смерти Моей Жены Но Мы Все Как То Адаптировались Очень Жаль Слышать О твоей Потере Можно Еще Вопрос Задать Как Я Могу Помочь Расскажи Мне Про Овец Что Блять Ну Ладно У меня Два Два Стэ Дови А Он Тоже Сам Повторяет Окей А Чьи Это Песики Эти Собаки Принадлежат Моему Кузену Который Помогает Мне Пасти Стада Их Зовут Перевинкл И Рози Они Очень Дружелюбные Они Хорошие Пастушьи Собаки Я Рад Что Они У Меня Есть Так Еще Вопросы Этот Город Выглядит Очень Быстро Растущим Баланс Вещей Надеюсь В нем Соблюдается Яру Друид Большого Дерева И Рощи Хранит Баланс Я Уверен Что Он Отлично Способен Удерживать Баланс В будущем Он Также Мой Хороший Друг Ну Ладно Я Пойду Так Еще У нас Есть Сын Пастуха Да Давайте Говорите Уже Здравствуй Приятно С тобой Познакомиться Здорово Я Эдди Мой Папочка Работает В поле Здесь Спасет Овец А мой Кузен Привел Перевинкла Эрозии Этих Двух Больших Собак Разве Они Не Лучшие В мире Эти Собаки Отличные Эдди Очень Приятно С тобой Познакомиться Прощай Вот Лас Поговорил С ребенком Первым В этой Игре Или Не Первым Кликнул На него Случайно О Так Но Это Не Мельница Однозначно Так Ну И Что Ж Тогда Мельница Без Мельницы Жизнь Не Клеится Совсем Так Ну Куда Нам Еще Тут Живет Плотник Ок Очевидно Плотник Так Ну Может Быть Сюда К Этому Вот Окруженному Забором Зданию Может Быть И Так Конечно Но Туда Я Пока Заходить Не Хочу Потому Что Я Знаю Что Там Будет Скорее Все Будут Эти Два Крутых Типчика Которые Весь Этот Город Держит В Железном Кулаке А Нафига Они Мне Сдались Мне И без Них Жизнь Медом Кажется Так Тут Какой Очередной Амбар В Который Я Даже Зайти Не Могу Но Должен Же Должна Же Где Тут Быть Сраная Мельница Да Просто Должна Вот Тут О О Точно Водяная Мельница Вот Что Это Было Все Это Время Водяная Сраная Мельница Пошли Внутрь Так И Где Наш Мельник Это Слуга Мельника А Вот И Мельник С Копьем И Щитом Да Здорово Меня Зовут Федор И Что Я Могу Тебе Сделать Я Здесь Чтоб Обсудить Пожертвование Муки Для Церкви Святого Кадберта Он Смотрит На Вас С Огорчением Это Калмерт Вас Послал Я Сказал Ему Что Я Еще Не Выбрал Жертвовать Мне Что То Или Нет Назой Львы Ублюдки Яговисты Ну Вот Я Могу Ему Сказать Либо Нет Мьелла Послала Меня Она Требует Три мешка Муки В неделю Либо Я могу Сказать То же Самое Абсолютно Только Используя При этом Еще и Навык Дипломатии Ну Дипломатия Меня Не раз И не два В этой игре Выручала Поэтому Да Выбираем Дипломатию Но Я не член Но Я Я член Старой Веры Я не знаю Правильно ли Эта вещь Вообще Делать Такую Слать Муку Чужой Религии Мне просто Нравятся Священники Я не хочу Их Огорчить Поэтому Хуй Знает Что Мне Делать Ну Ладно А если Я с друидом Поговорю На эту Тему Ты Что Поговорил Безо Меня С Яру Ну Ладно Хорошо Если Он Разрешит Мне Дать Муку То Я Дам Муку Хорошо Я Вернусь Еще Так Ну И теперь Нам Надо К нашему Старому Доброму Знакомому Яруйте Сохранимся Только На Удачу Давай Почему Я называю Иногда Свои Сохраненки ХП Ведь Это же Не Хитпоинт Это Летсплеи Ну А что Делать Такие Вот У меня Внутренние Оговорочки По Фрейду Видимо А что Ты будешь Делать Итак Сейчас Мы Пойдем К Друиду Его Большое Большое Дерево Которое Находится Где-то Так Так А что Вы Не Бежите Че Вы Не Бежите Блин Пати Какая-то У меня Неугомонная Просто Не Может Никак Приказов Начать Слушаться То Одни Бегут Другие Не Бегут То Еще Что-то Происходит Оказия Какая Нибудь Так Ну Слава Тебе Господи Яру Не Так Далеко Живет Вот Вот Его Встроенная В Дерево Изба А Больше Мне Ничего От Жизни Не Надо Сейчас Попросим У него Разрешение Мельнику Давать Муку Второй Церкви И Когда Он Несомненно Позволит Мы Выполним Еще Один Квест И Станем Гораздо Сильнее Чем Когда Мы Только Начали Это Приключение 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 Вот Яруна Стоит А почему А почему Они все Так Странно Реагируют Он Меня Тоже Приветствует Ты Не Будешь Ты Я Не Возволю Тебе Украсть Рубашку С Моей Спины Почему Они Так Рамону Не Любят Она Что Она Тебе Как Вором Каким Стала Она Ж Добрая Ну Ладно Хорошо У меня Есть Пара Вопросов Тут Все По Старому Вот 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 Я Метчу Миллеру Точнее Не Миллеру А Мельнику Да Как Мило С твоей Странной Дочь Моя А В чем Проблема Мельника Но Он Хотел Вы Пожертвовать Муку Церкви Святого Катберта О С Сейчас Как Пукан Чак У Ебаного Яру Наверное Прорвет А Нет Понятно, и что, у него не хватает зерна? Нет, он просто беспокоится о том, что вы подумаете. Ведь он принадлежит к старой вере и всё такое. Понятно, но это довольно-таки дилемма. А у него много зерна, ты говоришь? Да, у него дохуя зерна. Скажи ничего, что мне очень жаль, но я не вижу разрешения его проблемы в этот момент. Что? А почему? А в чём дело? Ладно, пока. Я поговорю, пожалуй, с ним Фёдором. Он у нас дипломат. И паладин. Да, блядь, теперь он говорит... Мы не приветствуем тебя в нашей роще. Я не понимаю, у нас что, репутация испортилась? А почему? Мы же хорошие, мы же добрые дела делаем всем. Что такое? Почему меня внезапно ненавидят все? Ладно, окей. Просто разговаривай с ним. Что это, что ты знаешь? Как я могу помочь тебе, мой сын? Так, я пытаюсь помочь Мельнику Миккин. Ого-го-го-го-го-го. Да, он спрашивает, у него много зерна, я говорю. Да, он даже тебе может дать немножко. Угу. Какая отличная идея, мой сын. Пожалуйста, скажи Мельнику, что он может сделать свое пожертвование обоим церквям с моим благословением. Какие они все жадные мудаки, господи. Они этих верующих несчастных реально околпачивают, блядь, разводят. Делают их своими сучками. Эх, господи боже мой. Вот это религия. М-м-м. Ладушки, идем дальше. Идем к Мельнику. К Мельнику прямо вот сюда. Туц, туц, туц. Сейчас придут они. Пати медленно бежит, но скоро добежит. Блядь, что с плащом? А, господи боже мой. Федор и Джабраил, они соединились в своем беге. Окей, окей. Так, зайдем теперь сюда. Пообщаемся вот с Митчем. Есть время для вопросов. А что я могу тебе сделать? Я поговорил с Джару. Да, и что Джару сказал? Он может дать муки церкви. Ты можешь дать муки церкви. Но ему тоже хочется муки. Что? Я же, я должен теперь обоим жертвовать. Ну, ты относишься к старой вере, Митч. Баланс должен быть во всех вещах и все такое. Он вздыхает. Ай, хорошо, блядь. Мне кажется, это все-таки честно. Ты хороший мужик, Митч. Пока. Господи, ну... Блин. Реально, просто ужасно, мэм. Просто ужасно. Блядь, и этот на меня злится. Что ему надо? Что они все так ненавидят меня? Здорово, меня зовут Федор. Он хмурится и сжимает свои... Скрещивает свои руки на груди. Ага, приятно познакомиться. Че ты такой нервный? Я должен сказать Мельнику кое-что. И ему это кое-что очень не понравится. Ну, а шо ж ты ему сказать такое хочешь? Я ходил на службы в церкви, и мне очень нравятся священники, и то, что они говорят о святом Кадберте, и я хочу перейти в их веру. Блядь, еще один. Ну и в чем проблема? Ну, блядь, Мельник убьет меня. Он же к старой вере относится. И он всегда ревет о том, что нужно задавать своим примером, всем пример. Как же я буду выглядеть, если я поменяю свою веру и перейду в новую церковь? Ну, ёпта, я могу с ним поговорить за тебя. Он мне должен должок небольшой за то, что я его проблему разрешил. Блядь, проблема человека была в том, что он, типа, как... Ну, вот, я добрый, у меня много зерна, поэтому я сделаю приятный подарок церкви. И теперь он в обязательном порядке должен всем бесплатно свое зерно вонючее раздавать. Вот так помощь, да, Федор? Недаром тебя ненавидят так все. Ой, пожалуйста, да, вы можете? Я не хочу, чтобы меня уволили. И у него такой характер, знаете ли. Окей, окей, я поговорю с ним. Давай, Мельник, иди сюда. Сейчас будем общаться. Что ты от меня хочешь? Можно пару вопросов? Ну, могу ли я поговорить с тобой об Эрлитере? О моем слуге? Ну, а что о нем? Говори давай. Он хочет перейти в Святого Кадберта. Что? Я даже не собираюсь слушать подобное. Что люди скажут, если я, городской Мельник, позволю членам своего собственного домохозяйства отворачиваться от моей веры? Я думаю, они скажут. Баланс во всех вещах. Блядь, ты звучишь как Джару. Я приму это как комплимент. Или нет, вот это вот. И как я Ру, Джару, я не стану думать о тебе хуже, из-за того, что твой слуга поменяет веру. Вот это я выберу. Хорошо, хорошо, скажи вонючему Эрлитеру, что он может перекрещиваться в свою сраную веру Святого Кадберта. Спасибо, Мич, ты очень добрый. Я пойду и скажу Эрлитеру прямо сейчас. Блядь, опять наешает на меня. Да, насчет Мельника, кстати, братишка. Да, да, ты поговорил с ним о моем переходе в веру Святого Кадберта? Да, и он позволит тебе перейти. Правда? Это же великолепно. Спасибо, Федор, спасибо. Я так это ценю. Фе, я уверен, что ценишь. Пока, Федор. Да, я пошел. Блин, ну ни хера себе. Надеюсь, после этого меня хотя бы ненавидеть не будут. И, кстати, да, ребята, если это видео кто-нибудь смотрит, за что меня все так ненавидеть стали в этом городе? Я же ничего не сделал никому. Я реально делаю только добрые и прекрасные вещи. Это потому, что я там какого-то мальчонку запугал тогда, может быть? Я не знаю, это потому, что я водочку пил. Так тоже быть не может. Так, хорошо, ладно. Какие у меня там еще квесты? Зерно для церкви. Еще одна душа для Кадберта. Вот как назывались наши сегодняшние квесты. И, конечно же, недовольный портной. Нам еще надо артефакт для Кадберта найти. Вот что нам надо сделать. И, в принципе, ну да, выиграть пятейный конкурс, но... Да, я как-то даже не знаю. Я даже как-то и не знаю. Вот. Такие пироженцы. Блин. Ну, пойдем доложимся той бабке в церковь, что у нас, короче, типа теперь готова вся эта херня. Зерно и все такое. Могут клевать теперь его, как своеобразные человекоподобные куры. И все будет замечательно. М-м-м-м. Блин. Что ж такое? Так. Прибежали. И теперь прямиком в церковь. Угу. Оу-е. Фак-е. Теперь мы пойдем в хроматулю. Да. Замечательно. Сейчас в нее-то мы и пойдем. Ну, беги уже. Беги, беги внутрь. Беги, набегай. Так. Теперь в подвал. Теперь к этой бабке. Всего парочка вопросов. Как тебе мука? Да, Митч сказал мне, что он пожертвует три мешка в неделю. Молодой человек. Спасибо еще раз. Что, церковь платит за замок здесь в Хомлите? О, да. Вся эта хрень оплачивается Виконтом и архиклерикам Белуны. Для... Это какие-то просто одолжения, которые они делают Берну и Руфусу. Некоторые... А, точнее, это плата за одолжения, которые Берн и Руфус сделали для них какое-то время назад. Хо. Но Берн и Руфус довольно, видимо, важнецкие люди, чтобы получить такую награду. Или вот. Что Берн и Руфус сделали для Хомлита? Напомню, что Берн и Руфус это двое... Это дуэт приключенцев, которые, типа, как считаются самыми пиздатыми людьми в этом городе. Так, ну и что они сделали? Берн и Руфус здесь уже три года. И они помогли городу очень сильно. Они даже убили зеленого дракона в холмах Крона. А что они сейчас не занимаются приключениями? Такими как, например, вот разборки с бандитами. Я уверен, что они с радостью подняли бы оружие против любого вторгнувшегося в Хомлит. Но прямо сейчас они просто пытаются построить замок. Я уверен, что когда он будет построен, и они свалят, короче, а когда они избавятся еще от всякого дерьма вокруг города, всех перебьют. Я пойду. И я уже знаю, куда я пойду. Я пойду и познакомлюсь с этими двумя ребятами. Вот что я сделаю. У них явно будут квесты для меня. А раз для меня, то и для всех нас. В следующей серии. Потому что сейчас я должен сказать всего вам доброго, дорогие зрители. Спасибо, что вы посмотрели еще один эпизод. Поиграем с Федором. И отважились насладиться им. Вот. Теперь я единственное хочу вам напомнить, что я благодарен за каждый ваш лайк, субстрайт и забудьте подписаться. Все, пока. Пока. Пока.